В городском округе в этом году планируют открыть 7 новых объектов дошкольного образования. Один из них на улице юности уже распахнул свои двери для воспитанников. Там работала Анастасия Кладинова. В новом детском саду Дракоша сегодня первый праздник. Застройщик завершил работу и торжественно передал ключ коллективу. Трехэтажное здание рассчитано на 300 мест. Открытие дошкольного учреждения – долгожданное событие для жителей жилого комплекса Люберецкий. Те родители, которые ждали этот объект, это в основном молодые семьи, которые проживают здесь. Это микрорайон Пик. Конечно же, благодарны, что он открылся вовремя, в срок. Мы все радуемся. И самое приятное, что это еще не крайний детский сад в этом году. В этом году мы откроем еще один, уже седьмой детский сад на территории городского округа Люберцы. Детский сад будут посещать дети от трех до семи лет. Здесь 12 групп. Медицинский и пищевой блоки, актовый и физкультурный залы, кабинет логопеда и психолога. Сейчас идет процент преподавания, выданы путевочки. Родители сейчас оформляют детские садики, просят нам карту, помоют заявление. И с понедельника детей будут ждать здесь уже горячее питание, хорошие душевные педагоги, профессионалы своего дела. Штат у нас полностью рекомплектован. Мне садик нравится лучше всех. Нравились игрушки, рисование. На территории расположены 12 индивидуальных игровых площадок. Детский сад «Дракоша» стал четвертым корпусом дошкольного образования лингвистической школы и начнет свою работу 11 ноября. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова